Анастасия Вергут преподает уроки истории в средней школе. Ее ученики заняли призовые места в Олимпиаде, которая прошла на форуме «Самарское знамя». Говорит о горчина, что в учебной программе уделяется не так много внимания роли Самарского знамени в русско-турецкой войне. И приятно, что проводится такое количество всевозможных патриотических форумов, олимпиад и конференций, которые помогают заполнить пробелы в знаниях. Они понимают, что история не только глобальна, она еще и на микроуровне есть. Такое историческое событие в нашем крае, на нашей земле происходило. Это подъем патриотизма, я считаю. Вот эта олимпиада влияет на складывание патриотизма. Самарское знамя – это один из символов вооруженных силы Болгарии. Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. Событием тех времен посвящен одноименный роман российского писателя Алексея Солоницына. Именно с момента его издания в Самаре и начали развивать международный культурно-исторический проект «Самарское знамя». В этом году он проходит уже в пятый раз. Чтобы вы знали о том героическом, о том заповедном, о том самом главном, что есть у нашего города. И что ни у одного другого города нет. Ни у одного города нет такого взлета духа, который был проявлен в 1876-1800 годах. Двухдневный форум «Самарское знамя», который стал частью масштабного проекта, собрал более 500 участников в смешанном формате онлайн и оффлайн. За пару дней для них провели концерт духового оркестра, историческую олимпиаду и конференцию. А с тематической передвижной выставкой организаторы объехали всю область. Ежегодно у нас проходит большое количество мероприятий и для школьников, и для студентов. Мы общий охват только за последние два года, 2020-2021, более тысячи мероприятий, которые в целом охватили почти около полумиллиона человек. Почаще заглядывать свою историю. Историю очень многому учат. И мы, наверное, вглядываясь в те события, мы находим ответы на многие вопросы, в том числе и международные, которые происходят сегодня. И, безусловно, проект будет продолжаться. Он поддержан президентом Российской Федерации, губернатором Самарской области. В рамках культурно-патриотического проекта в город на Средней Волге приезжала делегация из Болгарии, а также реконструкторы со всей России. До пандемии каждое лето в Струковском саду устраивали реконструкции боев русско-турецкой войны. В последние два года из-за эпидемиологической обстановки часть мероприятий перевели в онлайн-формат, что не мешает продолжать раскрывать современному поколению историческую действительность и рассказывать о помощи русского народа. Мария Левина, Николай Сидоров, События.